В этом собрании, что у нас есть гости, еще одни гости, еще одно пасторское семейство, это Сергей и Наталья с тремя детьми сегодня у нас в гостях. Я хотел бы, давайте мы поприветствуем их. Сергей и Наталья, выходите, скажите что-то. Микрофон. Аллилуйя. Будьте благословенны, церковь. Рады вас приветствовать. Я Сергей и Наташа. Мы из Киева тоже. И рады быть у вас здесь в Болгарии, рады быть в Варне. Хороший город. Мы уже второй раз здесь. Второй раз у вас в церкви. Прошлым летом были теперь вот этим летом. И привет вам с Киева, привет вам от церкви Божья нация. Есть такая церковь. Наш основной профиль это реабилитация нарко-алкозависимых. Сами в прошлом мы зависимые. У меня большой стаж был алкогольный, у супруги моей тоже. И вот так Бог спас нас. Вот у нас классные трое деток. Мы уже почти 20 лет как женаты. Больше, ну около 20 лет в пасторском служении находимся. Были долгое время миссионерами-пасторями на Донбассе, когда началась война, когда начались все эти события, пришлось уехать. Сейчас вот мы находимся в Киеве, служим в церкви Божья нация, тоже несем пасторское служение. Супруга в прославлении. Слава Господу. Знаете, вот пастор подошел, говорит, надо что-то сказать. Я так рад просто, знаете. Я, если честно, я не понимаю, почему люди по воскресеньям могут пропускать служение. Почему люди даже на отдыхе, у них отдых полностью там и от церкви, и от всего. Знаете, когда человек любит Господа, когда он понимает, кто есть его фундамент, откуда его корни, кто вообще держит его. Я думаю, что это день свят. Это день, когда неважно, где бы ты находился. И это так здорово, что во всяком городе, на всяком месте обязательно есть община, есть церковь, где люди собираются, где люди молятся, где они прославляют. И ты можешь, как человек верующий, можешь прийти и побыть среди своих, побыть в отчим доме, можно так сказать. У вас замечательная церковь. Классно. Хочу коротко засвидетельствовать. Знаете, Бог очень благ. И действительно, когда мы доверяем Ему, когда твоя жизнь вот в Нем, когда ты понимаешь, как написано, что тем, которые приняли Его, Он дал власть быть детьми Божьими. Тем, которые приняли Его, Христа. Потому что кто-то принимает церковь, кто-то принимает учения, кто-то принимает деноминацию, кто-то принимает, ну, просто общение. Вот классные люди такие, я буду ходить в это собрание. А потом они уже не классные, я не буду ходить. Сегодня я прихожу, потому что меня благословили, а завтра сказали, ты дай что-то, и я уже не хочу ходить. Вот, но тем, которые приняли Его, Христа, Он дал власть быть детьми Божьими. Есть власть, есть благословение детей Божьих. Пять лет назад, четыре года назад, в 2014 году, мы уехали из Донбасса, оставивши все. Жилье, своя квартира, бизнес работающий, достаток. Ну, все было уже налажено. Нам пришлось приехать в Киев, арендовать жилье, искать работу, развиваться, что-то делать. Пять лет назад, прошло четыре года, на сегодняшний момент, мы можем даже себе позволить приехать в Болгарию отдыхать. Бог полностью благословил все. И я верю, что когда ты уповаешь на Господа, когда твоя вера не фикция, когда это не просто, знаете, ну, какой-то мода или просто от случая к случаю, но когда ты реально понимаешь, что твое основание есть Христос, когда ты реально понимаешь, что Он есть твой Спаситель, и ты всем сердцем Его ищешь, всем сердцем Его призываешь, Он благословит. Даже еще, так скажу вам, месяц назад мы сели с супругой, мы очень хотим в отпуск, мы сели, сказали, нам надо поехать в отпуск, замечательно. Куда поедем? Я говорю, нам понравилось в Болгарии, давай поедем в Болгарию, давай поедем в Болгарию. Сколько надо денег? Столько-то. Есть? Нету. Ну, у нас есть целый месяц. Забронировали жилье и начали молиться. Вот мы здесь. Аллилуйя. Будьте благословены. Слава Господу. От Бога выходных не бывает, правильно? Потому что те, кто, как муж уже сказал, рожден уже свыше, он не может от Бога отдыхать. Когда куда-то уезжаешь в отпуск, ты не уходишь от Бога, ты не в отпуске от Бога, ты находишься в Нем. И я хочу немножко засвидетельствовать, раз уже здесь, да, коротко о своей жизни. Я родилась в неблагополучной семье, там, где родители были алкоголики, и с 15 до 16 лет с половиной я пила практически каждый день. У меня не было, знаете, какого-то будущего. Я проучилась в бурсе или в училище, я не знаю, как у вас здесь есть, как она называется у вас здесь, знаете, самое маленькое учебное учреждение, после которых двоечников только берут, и у меня не было перспективы вообще в жизни никакой. Единственное, куда можно было идти, это девочкой легкого поведения. Я не знаю, в Болгарии понимаете, о чем я говорю, да? Больше некуда было идти, потому что моя профессия была продавец широкого профиля. На тот момент тогда еще таких обучали. И придя в церковь, позная Бога в 16 с половиной лет, я отдала Ему свое сердце и начала молиться за мужа. Я говорю, Господь, если Ты мне не дашь мужа, вот уже в моей 16 с половиной, то я не знаю, как я буду жить. В общем, я точно знала, что мне нужен был муж. В 17 лет я вышла замуж за верующего человека, которого Бог привел с Киева в Краснодон, это Луганская область. Не знаю, как мы там встретились. Я вышла замуж, я мечтала о счастливой семье, я не знала, как ее строить. Бог дал троих детей, Бог дал желание пойти выучиться в университет, в двоечнице, на психолога. Я его закончила на отлично. Работать начала в школе с такими же детьми, как я. Я их выискивала, я их забирала к себе в каминет, работала с ними. И на данный момент в Киеве уже я работала в школе, но не работаю. Я работаю с семьями, работаю с отношениями, работаю в воспитании детей. Бог, Он из ничего не значащего, когда ты искренне пускаешь Его сюда, искренне, по-настоящему, говоришь, Господь, вот я делаю, что хочешь со мной. Он тебя поднимает и ставит на гору. Он делает тебя Его ребенком. А Его ребенок, Он не может быть несчастным, согласитесь, потому что Бог, Он всемогущий. Это к тому, что доверяя Богу, отдавая Ему каждый день, не по воскресеньям, а каждый день в своем сердце, вы будете счастливы. Слава Иисусу! Давайте мы вас благословим всей нашей церкви. Слово Божие говорит, благословляющие нас будут благословены. Мы сейчас благословим пасторскую семью и получим от этого большое благословение, потому что это благословенная семья. Слава Тебе, всемуущий Бог. Мы так рады, Господь, приветствовать брата, всю эту пасторскую семью, Господь. Для нас это честь, привилегия, Господь. Со всей, Господь, семьей, Господь, с их тремя прекрасными благословенными детьми. С супругой, Господь, Господь, Аллилуйя, Отец, которых Ты просто поднял, Господь, из праха, из ничего. Аллилуйя, Отец, потому что Слово Твое говорит, Господь, Аллилуйя, Отец. не мудрая века сего Господь Аллилуйя Отец, ничего не значащее Господь, Аллилуйя Отец Асана Господь, Ты просто поднимешь Господь так, что она посрамит Господь мудрая века сего и значащая, значимая века сего Господь Отец, Тебе за все слава, честь и хвала мы просто благословляем Господь служение Сергея, благословляем служение Наталии Господь Отец мы очень рады видеть их у себя в гостях Аллилуйя Отец, они дома Господь на самом деле, потому что Господь здесь дом Господень, Отец. Здесь мы одна семья, Господь, очень во Христе Иисусе. Аллилуйя, Отец. Мы воздаем Тебе всю славу, честь и хвалу во имя нашего Господа Иисуса Христа. И Церковь Божья скажет Аминь. Будьте благословены. Спасибо. Аллилуйя.